Неожиданно слабые данные по рынку труда в Великобритании позволили доллару продолжить свое победное шествие. Больше всего инвесторов разочаровал сам уровень безработицы, который вырос с 3,8% до 3,9%. Это оказалось намного хуже прогнозов, так как ждали снижения уровня безработицы до 3,7%. Более того, не только уровень безработицы вырос, но и еще с 3,2% до 3,1% снизились темпы роста средней заработной платы, а сочетание роста безработицы и снижения зарплат никогда ничего хорошего не предвещало. Тем не менее, другие данные указывают на то, что текущий рост уровня безработицы может являться лишь временной неприятностью, так как число заявок на пособие по безработице выросло не на 24 тысячи, а лишь на 17 тысяч триста. Также занятость выросла на 184 тысячи вместо ожидавшихся 150 тысяч. Валютная пара фунт-доллар уже как шестой день подряд находится в стадии свободного падения, где пройден путь в тысячу пунктов, а это значит, что до исторических минимумов осталось считанное число шагов. Вероятно, предположить, что в данное время особому вниманию уделяется диапазон 1,2000 и 1,2150, куда уже зашла котировка. Так, в его основании находится минимум 1,1957, который будет оказывать давление на спекулянтов. Тем самым, вблизи основания диапазона мы можем найти переменную точку опоры. Валютную пару евро-доллар после 6-ти часового застоя между уровнями 1,1080 и 1,1180 сумела возобновить нисходящий ход, проявляя при этом высокую активность. Фактически спекулятивный интерес на потоке внешнего фона не дает расслабиться. Активность до старта американской сессии уже превышает отметку в 150 пунктов, а котировка уже преодолела на пути ряд важных ценовых уровней. Вероятно, предполагают, что продавцы намерены и дальше восстанавливаться относительно более раннего инновационного хода, где в случае фиксации цены ниже чем 1,100 нам откроется путь в сторону 1,0900 и 1,0850 в течение последующих дней. Фунты единой европейской валюты еще могут исправить положение дел, но рассчитывать им приходится лишь на американскую статистику, а вот прогнозы по ней носят откровенно негативный характер. Так, темпы роста розничных продаж должны замедлиться и столь резкое снижение потребительской активности говорит о слабых перспективах всей американской экономики в целом. Также в течение уже шестого месяца подряд может продолжиться спад промышленного производства. То есть ждем небольшого отката для евро и фунта. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!